28 октября на площадке общественной палаты Забайкальского края прошла приемная с участием членов самой ОП и сотрудников муниципальной палаты Борзинского района Ларисой Шемякиной. Она и передала обращение жителей в краевую палату. Одно из обращений было о том, что несколько домов в городе до сих пор не отапливаются. Отопления до сих пор нет в домах по улице Лозо 18 и 20. Системные перебои с водоснабжением существуют по улице Ленина 1, 3 и Матросова 23. Ситуацию прокомментировал председатель комиссии по вопросам ЖКХ и градостроительству общественной палаты Забайкальского края Владимир Лобанов. Дела в Борзе обстоят критически. По мнению местных жителей, текущая ситуация – это следствие затяжных проблем в сфере ЖКХ, которые требуют комплексного решения. Проблема в изношенности котельной и теплотрассы, которые нуждаются в капитальном ремонте или замене. Лобанов добавил, что по вопросу была проведена встреча с депутатами Краевого Заксобрания при участии общественников. Также планируется встреча с министром ЖКХ для выяснения позиций ведомства и определения дальнейших действий для устранения ежегодно повторяющихся проблем с отоплением в Борзе. Только вдумайтесь, прямо сейчас в Борзе в своих квартирах замерзают люди. Замерзают уже не первый год, а краевые чиновники собираются или только планируют собраться за круглым столом в теплых кабинетах. Ранее прошла информация, жители Борзе подали коллективную жалобу в управляющую компанию «Монолит», госинспекцию и Роспотребнадзор Забайкальского края. Обратимся к хронологии событий. Жители Борзе замерзают очень давно. В этом году активная группа борзенцев запланировала устроить голодовку, но тогда власти зашевелились и ее удалось избежать. Условия людей были выполнены и на счет городской администрации поступили обещанные 45 миллионов рублей, но этих средств, очевидно, не хватило. Недавно зампред Алексей Гончаров раскритиковал концессии в сфере ЖКХ, назвав их «поддержанием штанов». Мероприятия, которые туда включены, это какие-то копейки, «поддержание штанов» называется. То есть через 5-10 лет мы получаем объект, который нужно сносить и заново строить. Потом будем все бегать, искать, где взять прямо сейчас столько денег. Хотя механизм законодательным был предусмотрен такой, что по концессии как раз и приводится постепенно в то состояние. Кстати, одна из концессий, над которой работают в сфере ЖКХ, рассчитана на строительство котельной к 29-му году на 80 гигакалорий и полную замену теплосетей и сетей водоснабжения. Цена вопроса 4 миллиарда 700 миллионов рублей. По словам главы Борзенского района Романа Гридина, в 24-м году на подготовку к отопительному сезону было запланировано потратить около 90 миллионов рублей. Какая часть из этой суммы действительно пошла в дело, неясно. В этом году не только в Борзе проблемы с отоплением. ОЗП со скрежетом начался и в Забайкальске с Краснокаменском. Многолетнее бездействие властей в сфере ЖКХ в крае показывает все бессилие управленцев. Из года в год мы слышим одни и те же слова. Сфера ЖКХ требует модернизации, она будет проходить постепенно. И почему-то речь об этом заходит тогда, когда уже поздно что-то предпринимать и отопительный сезон уже начался, и люди уже замерзают. А тем временем вот такие фотографии гуляют в борзенских телеграм-каналах. Дата 1 ноября текущего года. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Забайкальского края до 2027 года включает в себя около 500 мероприятий. На них уже выделены средства из федерального бюджета. И выходит, что жителям Борзе остается только ждать и верить, когда же все-таки модернизация дойдет и до них. Иван Батырев, Павел Шухляев, ЗАП-ТВ